Астон Вилла на своем поле встречалась с Чарротен Атлетик. В составе Астон Вилла с первых минут выступал Алпай, турецкий защитник. Дело в том, что основные центральные защитники Астон Вилла были травмированы. Так вот, вместе с Дилейни оборонительную ось команды Дэвида Улири составлял как раз Алпай. И в этом матче турецкий защитник впервые за три года пребывания в составе Астон Вилла забил за эту команду. Но мы смотрим, что очень здорово атаковали в первом тайме допечные Алны Кербишли. Шон Бартлет едва не сломал перекладину, тем не менее мяч миновал сетку ворот Астон Вилла. А вот так забил Алпай и случилось это на 36-й минуте после розыгрыша стандартного положения. В общем-то, встречались два среднячка премьер-лиги. Но что касается класса команд, то, конечно же, как мне казалось, класс Чарльтона несколько повыше. Однако команда Алны Кербишли потерпела поражение в гостях. И вот во втором тайме великолепную возможность удвоить преимущество получил Маркус Албек. И обратите внимание, как прямолинейно и с полным отсутствием изобретательности пробил поворотом соперника шведский нападающий. Уитингем пытался продолжить эту комбинацию и довести ее до забитого мяча. Но у молодого полузащитника Астон Виллы ничего не получилось. Еще одна атака Астон Виллы. И вот этот мяч, конечно, стоит отметить особо. Отличился Ллойд Джей Сэмюэлл дальним ударом за предел штрафной площадки. Смотрите, защитник пришел помогать атаке хозяев. И получился гол красавец. Вот один из ключевых эпизодов матча. И вот смотрите, что происходит в этом эпизоде. Забивают гол футболисты Чарльтона. Однако он аннулирован рефери. И обратите внимание, как неприлично себя ведет турецкий защитник Алпай. Он видел продолжение этой комбинации и ждал всего лишь ее завершения. Если бы футболист Чарльтон не попал в ворота, Алпай бы не лежал на газоне, схватившись за лицо. А так Турек заставил аннулировать гол арбитра. И тем самым, в общем-то, помог своей команде вырвать победу. Но с отчетом 2-1 у Чарльтона отличился в конце встречи Кевин Лисби.